Раки, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на август месяце. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. В конце расклада я возьму карта совета для вас, мои дорогие раки. И первая карта для вас в начале месяца, это карта Туз Мечей. Обрубка. Знаете, вот высшие силы дает вам в начале месяца, чтобы вы были сами хозяиной вашей жизни. Вот бывают такие времена, когда какие-то периоды, когда вы сами не справляете, высшие силы вмешиваются. Они вам дают помощь, да. Но у вас вот в августе в начале дает вот то время, когда сами должны обрубить. Вот сами должны что-то завершить в вашей жизни. Может для некоторых, здесь дальше посмотрим ситуацию, что у нас. А может вообще эта обрубка пока не нужна, не спешить к чему-то, да, что-то завершить. Но то, что это только вы сами, да, можете это как-то принять какое-то решение, то это только от вас. Вы сами, да, как бы хозяина вашей жизни. За вас никто не может решить. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта правосудия. Правосудие показывает, вы должны вот в начале быть справедливы по отношению к вам и даже по отношению к другим людям. Для некоторых это могут быть какие-то документы, какие-то процессные разводы, какие-то решения, которые человек хочет подать на разводы. Как-то очень быстро какое-то решение. Здесь может быть то, что кто-то, да, знаете, по справедливости, это по какие-то кармические, да, какие-то уроки проходит. И здесь как-то может быть, что уже человек дошел до того, что как-то он сам, да, вот как-то решил, да, почистить свою карму. Да, здесь может быть касаться для некоторых то, что какие-то чистки, какие-то работы магические проходят. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается у нас. Восьмерка Пентакли. Восьмерка Пентакли показывает, да, это может быть какие-то чистки рабочие, магические, да, и здесь как-то вот работа как-то подходит к концу, да, как-то завершается, да, вот как-то она уже у вас как-то начинает работать, да. Знаете, когда было стремление, когда было вот начинание работа, а здесь как завершение работы идет, да, когда уже поставлены точки, да. И здесь еще хочу сказать, что если это касается каких-то мужчин и женщин, ваша работа, и у вас как-то почему-то есть стремление уходить, вот именно в начале, то пока это не время. Вот именно показывает, что все свое время, но в начале августа, вот уходить от работы, это пока не время. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине. Двойка Пентакли. Знаете, если вы будете спешить как-то что-то обрубить, то здесь у вас могут быть, появиться проблемы по финансам. Постарайтесь, да, вот не растратиться, вот именно ваше, то, что касается финансы, это касается даже мужчины и женщины, что касается именно вашей финансы, постарайтесь вот август месяц нигде, никуда лишнее потратить. Здесь могут появиться проблемы по финансам, если у вас не будет контроль, да, не будет какие-то сдержанья от каких-то покупок, от каких-то растратов. Давайте посмотрим следующая карта, это семерка жезлов. Семерка жезлов показывает, что здесь преодолевание каких-то ваших трудностей. Вы проходите каких-то преграды, какие-то остановки в жизни. Больше это, я хочу сказать, что здесь как-то было какие-то финансовые вопросы, рабочие моменты, в отношении могут то, что не хватало, да, какие-то вот долги, как и постоянные, да. Вот эти трудности у вас проходят. Да, они могут не быстро, да, у вас было уже такое желание все бросать, все оставить. Знаете, даже не было такое желание, мечтаю, что у вас все налаживает. Но здесь проходите, да, вот преграды, да, эти трудности. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, карта башни. Карта башни, да, возьмите сами ситуацию в ваших руках. Вот по башне здесь показывает, что только вы сами можете разрушить какие-то ваши стераптики. Какие-то может быть переживания, какие-то ваши страхи, какие-то может быть ваши какие-то мысли негативные. Но это вы только в середине можете делать. Как я сказала вначале, сами себе хозяины, так и сами можете что-то обрубить и разрушить из вашей жизни. Для того, чтобы вы преодолевали эти трудности. Давайте посмотрим следующая карта на конец. Шестерка, шестерка кубков показывает у вас в конце будет какой-то ностальгии. Мужчина и женщина, даже те, которые находятся в отношении, да, и на сегодняшний день у вас новые отношения, почему-то показывает, что у вас будет воспоминание о прошлых отношениях, о прошлых каких-то детских мечтах у вас. Здесь, знаете, у вас вот под конец месяца ностальгия. Может как-то, может для женщины какие-то слезы, да, здесь может быть какие-то ситуации, когда жалеет о чем-то. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это тройка мечей, но не нужно находиться, не нужно, да, было хорошее, да, было прошлое, да, может была семья, да, может разрушилось что-то. Но вы должны понимать, что если вы дальше себя будете находиться в этой состоянии, вы сами себе будете развивать сердце. Вы сами себе будете предавать, да, то, что у вас есть внутри. Здесь просто вы сами будете создавать эти преграды и трудности. Здесь нужно просто понимать, что все, что делается в нашей жизни, оно все-таки приведет нас к лучшему. Просто на тот момент, когда это в нашей жизни случается, мы этого не понимаем. Но это на самом деле идут к изменениям. Когда человек проходит какие-то перемены, да, какие-то ситуации болезненные, разбитое сердце, измена, предательство, то поймите, в свое время вы получите за эту награду. И она будет у вас, если вы не будете сами себя, да, вот, винить за что-то, разрушать внутреннее ваше состояние. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы, вам советую. Верховный жрец, вот на протяжении всего месяца вам нужна вера в себя. Может быть, для некоторых здесь есть какой-то наставник, который может, может, разной ситуации, да, может, кто-то нуждается в психолога, может, кто-то нуждается в обращаться в свою веру, который больше верит в какие-то молитвы, но здесь требуется, да, большая уверенность. Не падайте духом, что все, да, так плохо. Вот, если вы поверите в себя и поверьте в то, что вы сильный человек, вы пройдете все ваши трудности. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!